Сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем о дне прославления святителя Ермогена, священно-мученика, который после 300-летия своей мученической кончины был удостоен Церквью быть причисленным к лику святых. И это совершенно не случайно, на протяжении всех 300 долгих лет народ помнил этого архипасторя, помнил предстоятеля за Церковь у Престола Божьего, помнил этого патриарха и борца. И не случайно, что случилось это в 1913 году, прославление накануне Великой войны, накануне страшных потрясений. Именно тогда был нужен такой святой, святой, к которому можно обращаться с любыми просьбами, не только в достижении своей духовной жизни, но и в терпении в годы лихолетий и потрясений. Патриарх Ермоген явил своей жизнью удивительную стойкость. Он сумел своим авторитетом, своим примером сохранить и защитить все лучшее, что было в народе и в Церкви. Не случайно его пример был укрепляющим для тех людей, которые жили 300 лет после него и пережили войны и революции, так как святитель сумел сохранить Церковь от хаоса, сумел сохранить государство от разрушения, сумел сохранить народ от бесконечной междуусобицы и вражды. Об этом мы с вами, братья и сестры, вспоминаем, когда в феврале молимся свидетелю и читаем его житие, вспоминаем смутное время 1613 года. Сегодня мне хотелось бы напомнить о тех чертах святительских, которые не всегда упоминаются. Был он человеком весьма образованным, прекрасно знающим священное писание, церковные уставы. Его жизнь – это не только борьба, его жизнь – это просвещение, как духовенство, так и мирян. Об этом он и говорил в своих проповедях, и писал. Необходимо отметить, что при нем были исправлены и переведены многие книги, жития, богослужебные книги. Также он восстановил сгоревшую в 1611 году типографию, закупил новые книгопечатные станки. И вот эти наборы книг он проверял всегда сам. Это чрезвычайно важная святительская черта. Не только борец, но и просветитель. И то и другое качество патриарха Ермогена стало тем связующим для людей звеном той укрепляющей силой, которая позволила не погрузиться в хаос церкви, государству и народу. О том, как страшно бывают религиозные разногласия, мы сейчас видим из современной уже нам истории братской Украины, когда, казалось бы, некие благие намерения создать церковь автокефальную, независимую, украинскую, приводит, опять же, эту же церковь к еще большим раздорам, еще большим разногласиям. И сколько их еще будет, совершенно неизвестно. Но то, что страдают от этого прежде всего простые верующие люди, это совершенно однозначно. И вот это возможное страдание людей пресек своим подвигам, своей мученической кончиной патриарх Ермоген, память которого мы сегодня совершаем, будем вспоминать его и завтра. Храни вас всех Бог! Всем вам желаю очищения совести на исповеди. И завтра литургия состоится, как обычно. После литургии и молебна мы, конечно же, новопредставленную Маргариту будем поминать на панихиде. Кто сможет, обязательно оставайтесь. Храни вас всех Бог!